Когда-то я встретила человека, который был для меня... Да почему был? Он есть, он самый добрый, самый красивый, самый хороший, самый умный. Ну, я не знаю, может, только для меня так, но для меня он такой. И одно время я даже сказала, что он тоже меня любил. Ну, я не знаю, может, не только казалось, но это не важно. Ну, посмотрите на меня внимательно, ну, значит, что-то во мне не так. Ну, а иначе, ну, за что же меня так наказывать? А ведь я так хотела заслужить его любовь. Видите, как это глупо звучит? Да я понимаю, это глупо. Да я не знаю, может, и не глупо. Ну, если тысяча людей занимается этим, значит, это правильно. Ну, просто не по адресу. Просто нарушился какой-то порядок, кто-то пропустил свою очередь, дальше все пошло крифи в кусь. Ну, я каждую улицу в этом городе вот помнила так. Здесь мы ходили, а здесь мы не... Да куда я могла уехать отсюда? Да я не могла никуда уехать. У меня все было с ним связано. Понимаете? Только разве это жизнь, когда нет радости, ни в чем, когда нет надежды? Шур, можно я с вами посижу? Посидишь попозже? Можно я выпью на лед? И выпьешь попозже? И не смотрите на меня так, нельзя на меня так смотреть, не надо на меня так смотреть, ошибка. Это какая-то ошибка. Если бы вы знали, как я унижалась, Павлик. Не говорите так, это неправда. Да это правда, это правда. Я готова была на все, только бы он был со мной. Я шить без него не могла, понимаете? Я вот звонила ему по телефону и слушала его голос. Я стояла под его домом и смотрела на его окна. Я каждый день писала ему письма и спрятала их под подушку. Я целыми ночами только и твердила, ну, миленький мой, ну, родной, ну, услышь меня, ну, вспомни обо мне хоть на минутку. Я так люблю тебя, мой хороший. Да разве может женщина себя вести так? Да разве может меня кто-нибудь после этого полюбить? Да разве могу воспитывать детей? Да что вы!